Антон Чехов. Лошадиная фамилия. У отставного генерала-майора Булдеева разболелись зубы. Он полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, опийский пидар, керосин, мазал щеку йодом, в ушах у него была вата, смоченная в спирту, но все это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор, он поковырял в зубе, прописал хину, но и это не помогло. На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. Все домашние, жена, дети, прислуга, даже поваренок Петька предлагали каждое свое средство. Между прочим, и приказчик Булдеева Иван Евсеевич пришел к нему и посоветовал полечиться заговором. — Тут в нашем уезде, ваше превосходительство, — сказал он. Лет десять назад служил акцизный Яхов Васильевич, заговаривал зубы первый сорт. Бывало, отвернется к окошку, пошепчет, поплюет и как рукой. Сила ему такая дадина. А после того, как его из акцизных увольнили, в Саратове у тещи живет. Теперь только зубами и кормится. Ежели у которого человека заболит зуб, то и идут к нему. Помогает. Тамошних саратовских на дому у себя пользуют. А ежели которые из других городов, то по телеграфу. Пошлите ему, ваше превосходительство, депешу. Что так, мол, вот и так, у раба Божьего Алексия зубы болят. Прошу выпользовать. А деньги за лечение почтой пошлете. Ерунда! Шарлатанство! А вы попытайте, ваше превосходительство. До водки очень охотник. Живет не с женой, а с немкой ругатель. Но можно сказать, чудодейственный господин. Пошли, Алеша, взмолилась генеральша. Ты вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала. Хотя ты и не веришь, но отчего не послать? Руки ведь не отвалятся от этого. Ну ладно, согласился Балдеев. Тут не только что к окцизному, но и к черту депешу пошлешь. Ох, мочи нет! Ну где твой окцизный живет? Как к нему писать? Генерал сел за стол и взял перо в руки. Его в Саратове каждая собака знает, сказал приказчик. Извольте писать, ваше превосходительство в город Саратов стал быть. Не его благородию господину Якову Васильчу. Ну, Васильчу, Якову Васильчу. А по фамилии... А фамилию вот и забыл. Васильчу. Черт, как же его фамилия! Давич как сюда шел, помнил. Позвольте-с. Иван Евсеевич поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Балдеев и генеральша ожидали нетерпеливо. Ну что же, скорее думай. И сейчас Васильчу Якову Васильчу забыл. Такая еще простая фамилия, словно как бы лошадиная. Кобылин? Нет, не Кобылин. Постойте, Жеребцов нечто? Нет, и не Жеребцов. Помню фамилию Лошадиная. А какая из головы вышибла? Жеребятников? Никак нет. Постойте. Кобылицын, Кобылятников, Кобелев. Это уж собачья, а не лошадиная. Жеребчиков? Да нет, и не Жеребчиков, не Лошадинин, Лошаков, Жеребкин. Все не то. Ну так как же я буду ему писать, ты подумай. Сейчас. Лошадкин, Кобылкин, Коренной. Коренников? Спросила генеральша. Никак нет. Перестяжкин. Нет, не то. Забыл. Так зачем же, черт тебя возьми? С советами лезешь, ежели забыл. Рассердился генерал. Ступай отсюда, вон. Иван Евсеевич медленно вышел. А генерал схватил себя за щеку и заходил по комнатам. Ой, батюшки! Вопил он. Ой, матушки! Ох, света белого не вижу! Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию Акцизнова. Жеребчиков, Жеребковский, Жеребенко, нет, не то. Лошадинский, Лошадевич, Жеребковский, Кобылянский. Немного погодя, его позвали к господам. — Вспомнил? — спросил генерал. — И никак нет, ваше превосходительство. Может быть, Канявский, Лошадников, нет? И в доме все наперерыв стали изобретать фамилии, перебрали все возрасты, полы и породы лошадей, вспомнили гриву, копыта, сбрую. В доме, в саду, в людской и кухне люди ходили из угла в угол и, почесывая лбы, искали фамилию. Приказчика то и дело требовали в дом. — Табунов? — спрашивали у него. — Копытин, Жеребовский. — И никак нет, — отвечал Иван Евсеевич и, подняв вверх глаза, продолжал думать вслух. — Коненко, Конченко, Жеребеев, Кобылеев. — Папа! — кричали из детской. — Тройкин, Уздечкин! Взбодоражилась вся усадьба. Нетерпеливый, замученный генерал пообещал дать пять рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию, и за Иваном Евсеевичем стали ходить целыми топами. — Гнедов, — говорили ему, — Рысистый, Лошадицкий. Но наступил вечер, а фамилия все еще не была найдена. Так и спать легли, не послав телеграммы. Генерал не спал всю ночь, ходил из угла в угол и стонал. В третьем часу утра он вышел из дому и постучался в окно к приказчику. — Немеринов ли? — спросил он плачущим голосом. — Нет, Немеринов, Ваше Превосходительство, — ответил Иван Евсеевич и виновато вздохнул. — Да может быть, фамилия не Лошадиная, а какая-нибудь другая. — Истинное слово, Ваше Превосходительство, Лошадиное, и этого очень даже отлично помню. — Экай ты! Какой братец беспамятный! Для меня теперь эта фамилия дороже, кажется, всего на свете. Замучился! Утром генерал опять послал за доктором. — Пускай рвет! — решил он. — Нет больше сил терпеть. Приехал доктор и вырвал больной зуб. Боль утихла тотчас же, и генерал успокоился. Сделав свое дело и получив, что следует за труд, доктор сел в свою бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Ивана Евсеевича. Приказчик стоял на краю дороги и, глядя сосредоточенно себе под ноги, о чем-то думал. Судя по морщинам, бороздившим его лоб и по выражению глаз, думы его были напряженны, мучительны. Буланов через Сидельников бормотал он, засупонен лошадский. — Иван Евсеевич! — обратился к нему доктор. — Не могу ли я, голубчик, купить у вас четверти-пять овса? Мне продают нашим мужичке овес, да уж больно плохой! Иван Евсеевич тупо поглядел на доктора, как-то дико улыбнулся и, не сказав в ответ ни одного слова, всплеснув руками, побежал к усадьбе с такой быстротой, точно за ним гналась бешеная собака. — Надумал, ваше превосходительство! — закричал он радостно, не своим голосом, влетая в кабинет к генералу. — Надумал! Дай бог здоровья доктору! Овсов! Овсов! Фамилия Акцизнова! Овсов! Ваше превосходительство! Посылайте тепешу! Овсову! — Накося! — сказал генерал с презрением и поднес к лицу его два кукиша. — Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии! Накося!